Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. Прямо сейчас о самом главном. Президент Сирии Башар Асад заявил, что может уйти в отставку, но этого не произойдет, пока не будет одержана победа над террористами исламского государства. Период политического перехода займет порядка двух лет. График должен заработать после победы над терроризмом. Невозможно получить результаты в политическом плане до тех пор, пока террористы контролируют значительные районы в Сирии, сказал Асад. Он добавил, что, возможно, примет участие в президентских выборах. При этом Асад уверен, что Сирию ждет процветания в случае переизбрания его на очередной срок. И о новостях региона. Дорожные службы Подмосковья обработали реагентами за сутки порядка 10 тысяч километров региональных дорог. К уборке дорожной сети были привлечены 895 единиц снегоуборочной и дорожной техники и более 1 тысячи рабочих. Наибольший объем работ выполнен в городском округе Домодедово, а также в Егоревском, Матищинском и Волоколамском районах. Всего бесперебойное движение транспорта в регионе обеспечивают около 60 подрядных организаций. Цены на алкогольную продукцию в магазинах не должны выделяться на фоне стоимости остального ассортимента, заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Пассаженников, комментируя инициативу депутатов Госдумы о запрете скидочных акций и промо-предложений на алкоголь. По словам министра, особые ценники не только привлекают внимание потребителей, в том числе молодежи, но и подталкивают их купить алкоголь. Цена-то уникальная, низкая, рекламная. Решить проблему несложно, уверен министр. Так необходимо утвердить на всю продукцию одинаковые по размеру и цветовой гамме ценники. Это предложение будет обсуждаться на торговой сессии Московской области 4 декабря. Чемпионат мира по стендовой стрельбе пройдет в Московской области в 2017 году. Мероприятие состоится на территории крупнейшего в Европе спортивно-стрелкового комплекса «Лисия-Нора» в селе Игнатово Дмитровского района. Решение о месте проведения чемпионата было принято в декабре 2014 года в Мюнхене. Тогда большинство голосов было удано за то, чтобы турнир состоялся именно в России, на территории Московской области. В комплексе «Лисия-Нора» есть все необходимое для его организации. Более 20 оборудованных площадок для спортинга, олимпийские стенды и тиры. На мероприятие ожидаются свыше 1000 участников, в том числе 650 спортсменов и 350 тренеров, руководителей делегаций и других официальных лиц более чем из 80 стран. В России чемпионат мира по стендовой стрельбе проводится впервые. Область в целом и спорткомплекс в частности к такому событию готовы. А теперь о новостях города. Отчетно-выбранная конференция местного отделения партии «Единая Россия» прошла в минувшую среду. Главной ее темой стали результаты деятельности в течение года и перспективы на предстоящий год. Те мероприятия, которые проводятся тоже новой традицией, зарождаются в Московской области по инициативе губернатора Московской области, правительства Московской области. Это «Посади свое дерево», это сбор макулатуры. Конечно, на партии мы не остаемся в стороне и показываем и хорошие результаты. И в этом году, хочу сказать, что мы принимали гостей с Реутов, с Электростали, с Полосков Посада. Проводили акцию «Посади свое дерево». Скажу честно, огромная ответственность была, большой объем работы. И хочу сказать, что наша партия, вы, уважаемые коллеги, не остались в стороне. Нам сделали отличную оценку за наши проделанные работы. Ну, а самая главная задача не для оценки, а для того, чтобы та работа, которую мы провели, получили положительный результат. Также политики обсудили выборы в местный политический совет и выборы делегатов на 20-й съезд партии, который состоится 9 декабря 2015 года. На этой неделе состоялся обход главы по строящимся объектам в городе. Какие территории были осмотрены в этот раз, вы узнаете прямо сейчас. Делегация администрации посетила строящиеся здания полиции. На месте осмотрели территорию и обсудили вопросы дальнейшей работы. Значит, ведем работы, закрываем контура, подготовка к зиме, занимаемся интенсивной опрессовкой, отоплением системы, подготавливаемся к пуску тепла. Вот сейчас Ростехнадзор ожидаем. До конца месяца Ростехнадзор должен выйти, принять СКП и перегретый воду. Ну, все, что поднадзорно. Получается тепла походится? Нет, нет тепла. Опрессовку своих работ сдали. Осталось только сформировать комплект исполнительный и сдать Ростехнадзору. Территория полиции большая. Много работ уже сделано, но и немало осталось сделать до сдачи объекта в эксплуатацию. В процессе обхода посетили площадь Советскую. Затронули вопрос уборки данной территории и закупку вазонов. Около магазина «Магнит» периодически наблюдается навал мусора. Значит, на следующий объезд до среды, если здесь вот такой вот беспорядок, администрации технадзор. Затем обсудили наболевший вопрос по контейнерной площадке за площадью. Тут вновь мусор. С этим местом борются уже более года. Значит, срочно заказать, определить, сколько там стоит, тысячу, полторы-две, значит, заказать плакат. Свалка мусора запрещена, вы помечаете, штраф, там, не знаю, напишите, там, 50 тысяч рублей, или сколько там, согласуете, с юристами, да. Значит, ведется видеонаблюдение. Ставим его, и после этого, вот мы должны, это нам максимум неделя на это, убираем и вычищаем все выкашивание. Келенком помогает все здесь убирать, выкашивая. Были выявлены и другие недостатки, которые по поручению главы должны будут устранить в ближайшее время. В завершении обхода Игорь Красавин проверил работу МФЦ. Также делегация проверила все помещения объекта. На этом плановый обход был завершен. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи НТВЛ. Субтитры создавал DimaTorzok